В Дашкенте на постоянной основе осуществляется и профилактику преступлений и правонарушений. Криминальная хроника. Аналитические материалы правоохранительной тематики. Подробности уголовных преступлений, правонарушений или других событий, имеющих отношение к процессу нарушения закона. Обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты. Все это в передаче «Дежурная часть». Здравствуйте! В данном выпуске сотрудниками оперативно-розыскной службы Нерабатского района раскрыт факт грабежа. Привлечен к ответственности молодой человек, подозреваемый в совершении краж. В Юнсабадском районе выявлен факт незаконного хранения пиротехнических изделий. Молодые люди, совершившие грабеж в Учтепинском районе, задержаны по горячим следам. Порой безвыходная на первый взгляд ситуация толкает молодых людей на совершение необдуманных поступков. Уже однажды оступившись, герой следующего сюжета вновь совершил преступление. Подробности далее в сюжете. 7 декабря вечером молодые люди, находясь в Мирабатском районе, решили обналичить с пластиковой карты денежные средства. Сняв посредством банкомата 27 миллионов сумм, ребята уже собирались уходить, как в помещение зашел молодой человек и выхватил сумку с деньгами. В тот день мы с другом решили обналичить деньги с моей пластиковой карты. У нас с собой была сумка, куда мы сложили все деньги. Пока мы находились у банкомата, в помещении пару раз заходил молодой человек. Когда он в очередной раз открыл дверь, он сначала оттолкнул моего друга, затем схватил сумку и убежал. Я увидел двух ребят у банкомата, хотел попросить у них деньги. Но потом, не зная почему, я выхватил сумку с деньгами и попытался скрыться. Но пробежав немного, я поскользнулся и упал. Ребята меня догнали и забрали свои деньги. В ходе конфликта подозреваемый сумел убежать. Ребята сразу же сообщили о произошедшем на номер 102. В ходе принятых мер уже на следующий день злоумышленник был задержан. В ходе беседы ранее судимый 21-летний Абзалбек рассказал о своей непростой судьбе, о том, что он пытался наладить свою жизнь, но у него ничего не получилось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 «Грабеж» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственные мероприятия продолжаются. Несмотря на сложившиеся обстоятельства и трудности, стоит помнить, что совершение преступления не выход из ситуации, а лишь ее усугубление. Кража из магазина является одним из наиболее распространенных видов хищений. Правонарушителю за совершение такого деяния, в зависимости от стоимости незаконно присвоенных вещей, грозит привлечение к административной или уголовной ответственности. Подобный инцидент произошел в Мирзулукбекском районе столицы. По информации, поступившей из Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзулукбекского района, 6 декабря ночью неизвестный проник в торговую точку, расположенную на улице Буюк и Пакюля, похитил электронные сигареты на сумму 278 миллионов сумм и скрылся. Вскоре, благодаря принятым мерам, подозреваемый в краже был задержан сотрудниками оперативно-розыскной службы. В ночь с 5 на 6 декабря я проник в магазин с задней стороны, взломав обшивку, используя плоскогубцы. Взял электронные сигареты с прилавка, сложил в сумку и поехал в Черчи. Хотел продать, но не нашел клиента, а через 3 дня меня задержали. Как стало известно, молодой человек не в первый раз совершает кражу из этого магазина. Ранее, 27 октября, ночью, он с помощью отвертки открыл дверь магазина, после чего похитил из помещения электронные сигареты на сумму 58 миллионов суммов. Ночью я пришел к магазину, открыл замок и забрал электронные сигареты. Позже я продал их за 8 миллионов суммов. Деньги потратил на собственные нужды. Таким образом, совершив кражу в октябре и поняв, что в этот магазин легко зайти, он спустя время снова пошел на преступление, реализовав свой коварный план. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту о части 4 ст. 169 УК Республики Узбекистан. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, путем противоправного проникновения в особо крупном размере и в отношении подозреваемого Азиза была применена мера включения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются. Уважаемые граждане, в целях защиты своего имущества от преступных посягательств рекомендуем вам заключить договор с управлением охраной Национальной гвардии и установить охранную систему. По мере приближения Нового года увеличивается количество попыток ввоза и незаконной реализации пиротехнических изделий. В целях выявлений и своевременного пресечения подобных фактов сотрудниками ГУВД Ташкента проводится ряд мероприятий. Подробнее далее в сюжете. На днях в Юнусабадском районе сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ташкента было проведено оперативное мероприятие. В ходе осмотра дома 27-летнего обида, подозреваемого в незаконном хранении и реализации пиротехнических изделий, было обнаружено 103 салюта и 80 различных видов пиротехники на общую сумму в 30 миллионов суммов, которые были изъяты в присутствии понятых в качестве вещественных доказательств. Согласно полученной оперативной информации, в Юнусабадском районе было проведено оперативное мероприятие. В ходе проверки в квартире были обнаружены пиротехнические изделия, изготовленные в Китае. По данному факту были оформлены соответствующие документы. Я приобрел пиротехнику на Кулике, чтобы потом продавать. Я не думал, что это противозаконно. Никому не советую заниматься подобным. Из-за пиротехники могут пострадать невинные люди. Я извлек для себя урок, больше такого не повторится. Безусловно, данная продукция считается опасной для жизни и здоровья человека. Высок риск взрыва, возгорания и пожара. Но помимо этого есть еще один важный фактор. Незаконная торговля пиротехническими изделиями на территории нашей страны строго запрещена. Нарушивших установленные законодательством нормы ждет соответствующее наказание. Особое место в системе правоохранительных органов, участвующих в предупреждении преступлений, занимают органы внутренних дел, играющие роль гаранта законных прав и свобод граждан. Благодаря оперативному реагированию сотрудников, своевременно выявляются правонарушения. Следующий сюжет передачи о факте грабежа, раскрытом сотрудниками ГУВД Ташкента. 17 декабря двое граждан, заранее сговорившись, решили отобрать у прохожих телефоны и продать их. Следуя коварному плану, молодые люди совершили подряд два преступления. 17 декабря в дежурную часть обратился 15-летний подросток. Он сообщил о том, что примерно в полдесятого вечера на улице неизвестные попросили у него телефон, чтобы позвонить и скрылись. По факту грабежа были проведены оперативные мероприятия, в результате которых подозреваемые были установлены и задержаны по горячим следам. Злоумышленники были доставлены в Управление координации деятельности Органа внутренних дел Учтепинского района для проведения следственных действий. В ходе беседы молодые люди рассказали мотивы своих поступков. В тот день мы созвонились с другом, встретились. Я предложил отобрать у кого-нибудь телефон, потом продать его и поделить деньги. Мы ехали по улице на моей машине, потом увидели парня с телефоном. Я остановился, вышел и закрыл номер машины маской. А друг подошел к нему и попросил телефон, чтобы позвонить. Парень отдал свой телефон, а друг сказал, что уточнить номер, сел в машину и мы уехали. Потом мы поехали дальше. Через некоторое время увидели у обочины мужчину. Друг подошел к нему и попросил телефон. Потом также сбежал, сел в машину и мы скрылись. Один телефон мы продали за 400 тысяч, а второй не успели. Сотрудники задержали нас на заправке. Я сожалею о содеянном, больше такого не повторится. Следственно-оперативной группой, выехавшие на место, были изъяты из салона автомобиля в качестве вещественных доказательств медицинская маска и телефон потерпевшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166. Грабеж Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В отношении подозреваемых выбрана мера пресечения в виде заключения по стражу. На данный момент проводится проверка причастности молодых людей к совершению аналогичных преступлений. Напоминаем, грабеж, совершенный повторно по предварительному сговору группы лиц, наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет. Сегодня все больше людей используют пластиковые банковские карты, осуществляют платежи посредством мобильных приложений. Поэтому в современных условиях актуальным становится вопрос безопасности денежных средств. В связи с этим ГУВД «Ташкент» рекомендует не переходить по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте и в социальных сетях, особенно если предлагают что-то бесплатное или на выгодных условиях, а также критически оценивать любую информацию, сообщения и объявления в интернете. Звонок из банка даже для настороженного человека может оказаться очень опасным, поскольку преступники хорошо научились манипулировать и лгать. Здравствуйте! Меня Виктор зовут. Я вас слышу. Служба безопасности, приложение Клик. Сейчас вам поступит смс-уведомление от нашего страхового партнера Paynet на подтверждение вашего страхования. Сейчас проверьте, пожалуйста, смс от Paynet поступило, а шесть цифр у вас должно быть в смс? Да. Да, да, вот. Шесть цифр также надавайте, я их в систему укажу. Самое первое, что вам стоит сделать, если вам позвонили якобы из банка или же других платежных систем и пытаются узнать ваши данные или данные ваших пластиковых карт, положите трубку. Запомните, сотрудники банков и других платежных систем не имеют права спрашивать ваши данные. Вся необходимая информация у них уже есть. Сегодня важно уметь защитить данные ваших банковских карт. Помните, срок годности карты, личные данные и все коды из смс нельзя сообщать никому и никогда, кто бы вас не попросил. Еще одним распространенным видом мошенничества является создание фальшивых сайтов, например, государственных сайтов о помощи нуждающимся, или же создание фейковых ссылок о проведении конкурса или в получении выигрыша, а также поддельные сайты банков для получения беспроцентных онлайн-кредитов. Пора научиться не верить всему, что есть в интернете, и не переходить по сомнительным ссылкам от незнакомых людей. Не важно, как вас пытаются в этом убедить, не делайте этого. А если все-таки случайно перешли, ни в коем случае не вводите пароли и данные банковской карты, даже если страница очень похожа на сайт или страницу вашего банка. Лучше изначально проверьте подлинность информации на официальном сайте. Вам предлагают вложить деньги под большой процент, чтобы увеличить свой капитал в кратчайшие сроки в несколько раз, то есть заняться трейдингом. Не верьте этому. Ни в одной стране мира нет таких условий и процентов, которые увеличат ваш доход за несколько часов. Прежде чем соглашаться, обсудите этот вопрос со знающими людьми. Не верьте мошенникам, которые, прикрываясь различными уловками, в корыстных целях обманывают доверчивых граждан и предлагают быстро заработать большие деньги. Это все обман. Гаджеты научили нас делать привычные вещи по-новому, не задумываясь о безопасности. Пора запомнить, как защитить себя от обмана. Никому не передавайте данные банковских карт, как бы вас не убеждали, особенно коды из СМС. Прежде чем верить рекламе в интернете и участвовать в различных розыгрышах, убедитесь, что сайт подлинный и ни при каких обстоятельствах не передавайте свои данные незнакомым людям. Не переводите никакие деньги посторонним, даже если ваш собеседник выглядит убедительно и обещает вам большую прибыль. Не верьте им. Позаботьтесь о себе и о своих близких в жизни и онлайн. На этом у нас сегодня все. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе последних новостей, а также телеграм-канал начальника ГУВД Ташкента. Берегите себя и близких. Ташкенте на постоянной основе осуществляется и профилактику преступлений и правонарушений. Редактор субтитров А.Семкин